Дорогие друзья, вашему вниманию предлагается уникальное видео, просто настоящая энциклопедия об инопланетных расах. Многие слышали об НЛО, но мало у кого есть понимание и умение различать их. С признанием и благодарностью к создателям этого видео предлагаем вам перевод. Просьба просто воспринимать все как информацию. Никто никого здесь не пугает, просто передаются сведения о свершившихся фактах, основываясь на исследованиях, на работы авторов, книг, свидетелей и научные данные. Раса инопланетян от А до Я. Это всего лишь небольшое количество информации и исследования, самый лучший ответ на ваши вопросы. Данный документальный фильм основан на информации с WWW. Один из источников – книга, называемая «Книга инопланетных рас». Эта книга была дана агентом СМЕШ «Русские агенты» в 1946 году. Существуют хорошие инопланетяне, но существуют также и плохие. Инопланетные расы от А до Я. Агарицы или Агарицы – это группа азиатских и нордических человеческих существ, которые, как говорят источники, раскрыли огромную систему пещер в пустыне Гоби и вокруг тысячи лет назад, и с тех пор живут в процветающем королевстве, которое общается с другими планетарными системами до сегодняшнего дня. Альфа-драконианцы – рептильские существа, которые, как говорится, установили колонии на Альфа-драконии. И, как все рептилианцы, они говорят, что они происходят из Теры тысячи лет назад. И именно этот факт они используют для того, чтобы снова попытаться забрать планету. Они в данный момент являются частью плана захвата через инфильтрацию. Используют это окошко возможностей перед международным обществом. Пока люди не развили межзвездные силы, они пытаются сохранить свое преимущество, подавляя передовыми технологиями, которые в конечном счете приведут к колонизации Теры, Земли. Делают это через чрезмерную популяцию, через загрязнение окружающей среды. У них есть инстинкты воинов, и они не хотят, чтобы мы получили межзвездные способности. Поэтому стали бы угрозой их империалистическим целям. Называются они также Элы. Этерианцы, а также так называемые рептилианцы, которые пришли со звездной системы Отелы и созвездия Аквила, в сотрудничестве с маленькими нордическими существами и в сотрудничестве с серыми истерранцами и с их военным присутствием, заставляют собой главный штаб коллективного сознания, известный как корпорация, который содержит связи с Аштаром и драконианцами, или еще известный Аштар Каманд. Амфибианцы, похожи на саурианцев или рептилоидов. Эти существа гуманоидного качества, похожи на людей с рептилианскими качествами, также имеют частично акватическую природу. Они однажды жили на земле, тем не менее, они стали более акватичными в течение нескольких веков. Их в основном видели в районе вокруг болот, рек и такого плана мест. И они атакуют людей даже без какой-либо провокации. Очень интересно, что некоторые виды греев и рептилиодных также считаются всеми акватическими и имеют с перепонками пальцы на руках и ногах. Анакимы, также их называют элы, или более старшая раса, или их также называют просто гиганты. Так называют древнюю еврейскую традицию. Эта раса имеет связи с одной ветвью древних людей, которые отошли от основной ветви человечества из-за своего большого разведра, который у них развился в течение многих веков, возможно, в результате генетических аномалий. Говорят, что они от 9 до 11 футов высоты, в некоторых случаях 12 футов высоты. Тем не менее, они очень похожи на международных человек и, говорят, имеют молекулярную плотность, которая позволяет им расширяться и позволяет им общаться и находиться между людьми на планете. Изначально их увидели в глубоких пещерах в Северной Америке и даже в районах Аляски, и в районах Мексики, и в районах Техаса. Считается, что они имеют межзвездные способности путешествовать. Андромедианцы. Андромедианский совет приказал всем инопланетным присутствием на планете, в планете и на Луне полностью уйти из нашего пространства. Они сказали, что все, что является межпланетным, неземным, будь то оно с хорошими намерениями и с плохими, оно все должно покинуть нашу планету. Это будет очень интересно, так как 1833 рептилянца живет на нашей планете, 18 тысяч серых живет под землей и на Луне. И этот консул хотел бы посмотреть, как мы будем жить друг с другом, когда нами не манипулируют инопланетяне, так как это происходило последние 5723 года. Анунаки. Нимрод поклонялся Анну. Нимрод был не такой, как Абрагам и не верил в невидимых богов. Нимрод хотел Абрагаму, чтобы он поклонялся Анну, еще известным под имелем Илеон Илеон-Эл. Нимрод был основателем города Бабилона и его самое известное архитектурное влияние, так это создание башни Бабилона. Нимрод также имел город, который он назвал в честь Анну. Так называемый город Калнех или Калнех, что обозначает башня Анну. Раньше это был древний город в Бабилоне, в Месопотамии. Канек часто ассоциируется с Нибиру и является одним из семи городов, который был населен соглашающимся Анунаки. Нипур также был известен как Кодеш. Изначально назывался Нибрук или земное место Нибиру. Это был город Энлил или Анунаки, Элохима, сына Анну и Антума. Не только Калхен считался одним из городов Нимрода, но также Бабел или Бабилон, древний город и столица Бабилона рядом с Ефратом. Эрек, город на расстоянии 40 милей от севера, от Бабилона, с левой стороны Ефрата. И Акад, Акад, также город в северной Бабилоне, в части района вокруг этой земли. И Шинар, который назывался «Страна двух рек», что в буквальном смысле обозначало долины. И в земле Шинара, сегодня называемой Ираком, есть место, куда пришли древние сумерианцы и установили продвинутую цивилизацию, где вы обнаружите пиктографии и надписи. Кроме как упоминание в Левитанах О-666, то, что рассказал доктор Малакир Ильюр. Вот там и упоминались эти города. Антарктианцы. Это, говорится, секретная операция для человек и рептилианских существ. Говорят, что арийцы, нацистские ученые, установили воздушные самолеты вот этой формы, тарела, которые способны были очень продвинутых воздушных действий, которые также имели свастику на этих дисках. И они управлялись пилотами, которые были чистокротные блондины с голубыми глазами арийской расы. И получается, что на самом деле существует больше, чем одно человеческое общество блондинов, которое имеет отношение к НЛО и особенно к подземным человеческим обществам, которые развили блондинистые волосы ввиду того, что там у них нету солнца. Нет ничего больше, чем к такой периферийной связи между антарктианцами, таласянцами и плеянскими блондинами. А антарктианцы также называются здесь арейцы. Таласянцы считаются блондинами, а плеянцы считаются нардийцами, для того, чтобы вы их не путали. Антарктианцы, они в основном состоят из чистокровных голубоглазых блондинов-арийцев, которые стали жертвой гитлерского обсессии для создания человеческой суперрации. как предложилось Хаберсеном и другими похожими авторами, они манипулируются умом и благодаря имплантам. И считается, что они являются человеческими дронами, которые используются для того, чтобы сохранить эти человеческие общества функционирующими. Они отличаются большими суставами и имеют огромную гуманоидно-рептильную систему подземную, которая называется Новый Берлин. Говорят, что это находится в горах Нью-Швабенланд в Антарктика. Источники говорят, что вот эта совместная человеческая инопланетная сила распространила свои территории через этот сектор галактики и постоянно совершает ужасные действия против мирных населенцев других миров. Известный человек Барнхилл, который вместе со своей женой Бетти был похищен за это протектюлянцами серыми в 1961 году. Рассказал под гипнозом, что он встретился с немецкими нацией со злыми глазами, которые работали с серыми на вот этом корабле. И он рассказал, что изначальное подписанное мирное соглашение с серыми было установлено с Баварянским Тулей и с Обществом Иллюминати еще в 1933 году. И эта связь была потом привнесена в Америку через ЦРУ, которое было установлено при помощи американских нацистской пятой колонии, а также европейскими нацистами, которых привезли в Америку через проект Пейпоклип и другие операции. Антарицы Группа инопланетян, которые имеют отношение к проекту Монтог, но они только лишь наблюдатели, выглядят очень человечески. Антарицы Это одна из самых продвинутых цивилизаций во всей галактике. Эдгар Кейси также не говорил дополнительная информация вот на этом сайте. Атлантцы западного побережья Бразителя, которые раньше принадлежали Атлантийской империи. Данное население не имеет прямого генетического отношения к древнему атлантийскому обществу, которое контролировало эту систему пещер несколько миллионов назад. Тем не менее их называют атлантами, потому что они являются наследниками тех, кто живет в этом месте в Северной Америке и в других континентах также существуют гномоподобные существа. Некоторые из них также обладают очень продвинутой воздушной или дисковой технологией. Телосянцы говорят, что они имеют некоторую связь также с Северной Америкой, особенно Мата Гросс регионным с рядом с городом с сестрой по имени Посиид и проживают в больших пещерных подземных системах. Редактор субтитров